Рослые и, на первый взгляд, взрослые Валерия Камаева и Лев Сергеев из группы Елены Кустаровой, Светланы Алексеевы и Ольги Рябининой выходят на лед. Но по факту и партнерше всего 14 лет, и партнеру 17, то есть он попадает в средний возраст тех фигуристов, которые сегодня выходят на лед. Но что касается этого танца, египетская змея, мы его уже видели на первом этапе в Москве, полюбуемся за ним и сегодня. Им полюбуемся и за ним понаблюдаем. Рано еще заговариваться, впереди еще много видов. КОНЕЦ 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 быть. Во всяком случае, с каждой новой тренировкой повышается и уровень мастерства, и повышается уровень уверенности спортсменов с каждым новым стартом. Во всяком случае, так должно быть в идеальном мире. Мы стремимся к тому, чтобы достичь идеала. Благо, все равно он никому из нас не грозит. Так что стремиться можно до бесконечности. Очень тщательно проработаны движения. Даже без музыкального сопровождения, я думаю, четко просматривается египетский мотив. Насчет змеи не могу сказать, но все-таки и она тоже однозначно присутствует в этом танце. Если посмотреть, сколько получили эти фигуристы за исполнение этого самого произвольного танца в Москве, то есть ощущение, что сейчас они прибавят и прибавят существенно, хотя бы в оценке за технику относительно своего первого старта. Они прибавили уже в 4 балла. Ну и по сумме тоже прибавка будет однозначно. 78 и 74 сотые. Это их результат недельной давности. Сейчас подобную сумму набрали находящиеся пока на второй строчке Полина Жарова и Ранель и Батуллин. А что касается Валерия Камаева и Льва Сергеева, то они борются за на текущее лидерство. И напомню, что там совсем неподалеку находятся и находящиеся на четвертой строчке по итогам первого дня Анна Томилова и Дмитрий Щербаков. Разница меньше 2 баллов. Так что вполне возможно Нашинкаренко Михайлов и Камаева Сергеев постараются побороться за место в четверке сильнейших. Ну или по крайней мере за то, чтобы побороться за позицию повыше в таблице. Ну действительно, согласен. Я сейчас с Еленой Кустаровой и увереннее, и наверное лучше по сравнению со стартом в мечте. Видите, кого-то высокие своды олимпийских дворцов придавливают, а кого-то наоборот вдохновляют. Вторая история происходит с Валерией и Львом. По этому старту можно сделать однозначный вывод. Итак, оценки. 82 целые все-таки это несколько меньше, чем у Ошинкаренко Михайлова. А по сумме... А по сумме тоже меньше. Видите, все-таки перестановки есть. Разница в один балл в пользу Ошинкаренко Михайлова. И так они продолжают лидировать.